Зеленоглазое такси Зеленым глазком Они подмигивают нам всю жизнь Потому что всю жизнь они идут рядом с нами Мы меняемся и вместе с нами меняется такси Вот типичный представитель современного такси Эта машина функциональная И может быть даже более функциональная Чем Волга ГАЗ-24 Привычные 5 мест То есть места водителя таксиста И скажем 4 пассажиров Причем размещаются они так же комфортно Как и Волги А вот то что касается багажника Фокус даже выигрывает Потому что здесь глубокий багажник Глубже чем на Волге И сюда спокойно помещаются 4 или 5 Достаточно крупных чемоданов Но самое главное Это то что располагается внутри Современного такси А внутри современного такси Все больше и больше Разные электронные начинки Давайте попробуем разобраться Что за оборудование стоит на вооружении Современных таксопарков Для чего оно и как работает Я очень хотел Сесть за руль Чтобы поехать в качестве таксиста Но мне не разрешили Потому что существует официальный документ Путевой лист И здесь написано Что управлять автомобилем Может только тот человек Который собственно К этому автомобилю приписан Я очень просил Я уговаривал Но мне сказали Что нет закон Есть закон Тем не менее Мне есть о чем рассказать Вам все равно Даже стоя на месте Итак Что касается современных начинок Вот этот новый терминал Причем разработанный здесь У нас в России Он очень здорово позволяет Облегчить жизнь Как водителю такси Так и организации В которой этот водитель работает Кстати от водителя Новое оборудование Не требует технического образования И обращаться с ним Можно научиться Буквально за несколько минут Водитель придя на работу И выезжая на линию Вводит бортовой номер автомобиля В данном случае Это номер автомобиля 4040 Ford Focus Гаражный номер Вводится номер 4040 Водитель набрал И вводится На панельке нажимается Клавиша ОК ОК Мы подтверждаем данный запрос Что этот автомобиль Находится на линии Нажимаем да Ждем подтверждения данных Наверное уже пора Попробовать разобраться О каком это новом Оборудовании идет речь И для чего Собственно оно создавалось Несколько лет назад Наши российские разработчики Стали внедрять Новую систему Позволяющую не только Контролировать Передвижение транспорта Но и оптимизировать Подачу такси На заказы Мы видим расположение В реальном времени Всего автопарка Можем разбивать Группировать транспорт По группам В данном случае Это колонны Фиксировать Последние события Прихожедшие с него То есть Стоянка ли это Движение Или Замедленное движение Если мы говорим О заторганных дорогах Можем поднимать Историю передвижения Как будь то За один день За два дня Или же Это было неделю назад Или месяц По каким-то Тревожным сообщениям Также мы можем Фиксировать Соблюдение Скоростного режима Что В первую очередь Приходит Доверенному лицу Может быть Приходить Как смс сообщение Так и Тревожное сообщение Непосредственно Диспетчеру И контролировать Соответственно Траекторию передвижения Польза от этой системы Очевидна Во-первых Дисциплинируют водители Поскольку они все Как на ладони Причем в буквальном смысле слова Во-вторых Служат целью безопасности Ведь не секрет Что водители Такси часто Здорово рискуют Тяжелой работы Ну я не знаю Кому как Мне например Работа бывает Тяжелой Когда Когда не нравится Когда не нравится Ну а вам нравится Мне нравится Водить машину Просто так Ну а Тут же с людьми Приходится общаться Нужно быть психологом Наверное Ну да В принципе Разные бывают Конечно Самое главное Нормально разговаривать С ними Совсеместно С народом С людьми Бывает Что Залазят такие Что Пальцвейром Я такая Я такая Я не секая Ну Такая Ну Пуп земли Спокойно С уважением Уметь Уметь Находить Общий язык Для водителей Такси Сейчас Просто Необходимо Ведь Современный Таксист Это уже Больше Чем Просто Таксист Часто Клиенты Приходится Встречать В аэропорту И опять же По заказу А как встречаете Вы приезжаете И ждете Когда Прилетает Человек Или он Заранее Заказан Заказ Прикурит На панель Я приезжаю В аэропорт С логотипом Клиент Нет Если клиент Клиент Если Ну Частное лицо То Есть телефоны Мобильные телефоны У нас есть Корпоративный телефон Я по нему Звоню Клиенту Мы с ним Зазваниваемся Где встречаемся Встречаемся Едем По месту Куда ему надо И есть Клиенты Которые С которыми Заключены Договора У нас есть Логотипы Этих Фирмы Какие-то У нас есть Логотипы Таблички Логотипы Фирмы И мы встречаем Уже С фирменным Логотипом Этой фирмы Встречаем Клиента Уже Устойки Устойки При выходе Из-за Рапорта Кстати Эти заказы Тоже прошли Через систему Как и все остальные Давайте посмотрим Какой путь Проходят Наши заказы Буквально С момента звонка В данный центр Поступают Звонки От клиентов Клиент Общается С оператором Говорит Данные О заказе Оператор их Вводит в систему Это называется Первичный Ввод заказа То есть Заявка От клиента Дальше Заказ поступает В систему Где он обрабатывается В зависимости от времени Подачи Сервер Либо его откладывает Если время подачи Отложено Если время подачи Срочное Он сразу начинает Обрабатывать Предлагать водителям Однако Может получиться Так что Никто не взял Себе заказ По какой-то причине В таком случае Заказ получает Статус Горящего В этом случае Уже любой водитель Может его видеть И в зависимости От удаленности И ситуации С пробками Может за этот Заказ Взяться Если уже И эта стадия Проходит И заказ Невозможно найти Тогда Система не может Найти Или водитель Каким-то причинам Не видит его Значит Заказ Переходит в активный И обрабатывается Уже Диспетчерской Вручную То есть Диспетчер Подыскивает Ближайший автомобиль И Передает Заказ Водителям Значит Точно так же Электронно Нажимает кнопку Отправить заказ Водителю На панели Люди Работающие С этой системой Уверяли нас Что за все Время Срезов Сбоев В ее работе Не было И собственно Быть не может Потому что В случае Выхода из строя Основного сервера В работу Включается Запасной И данные Не пропадают Если происходит Перебой С электроснабжением У нас есть Генераторная станция Которая автоматически Включается Ну естественно Как на всех Электронных Приборах Есть система Автановного питания Которая Позволяет На время Пока включится Генератор Поддерживать Состояние Рабочего сервера Ахиллесовой Питой системы Является Медленная Мобильная Связь Но тут Остается Ждать Появления В Москве Связи Поколения 3G Преимущество Одного района Одного района В другой Чтобы Получить Заказ И отвезти Его Соответственно Если раньше Он выполнял Без этой системы 5 заказов Сейчас он уже Может вдвое Больше выполнить Система Также позволяет Уменьшить Расходы На топливо Так как уменьшается Перепробег И на техническо Ослуживание Автомобиль Что интересно Оптимизация Получения И выполнения Заказов Не привела К подражанию Услуг А вовсе Даже Наоборот 22 рубля Километр Независимо Загородом Вы находитесь В городе В черте города Или загородом 22 рубля Километр И ожидание Ожидание Клиента 10 рублей В минуту Есть и фиксированные Расценки Аэропорта Ваша зарплата Зависит От того Сколько Вы денег Привезли Конечно То есть У вас Процент Какой-то Или что Да У нас процент От заработной платы От привезенных денег Заработная плата Зависит От привезенных денег Ага Ну Если не секрет Сколько получается Так В среднем Ну Вы знаете Чтобы Нормально Себе функционировал Не уставая Не подверждая По опасности Ни себя Ни клиентов То есть Чтобы отдохнуть Надо было Нормально Ну Где-то 120 тысяч И даже По Польшу Можно Привезти По заказу Даже заказ Нормально Заказываем Ну Естественно Отдыхаем Отдыхать же надо Можно работать Там наездного 120 тысяч Это вы имеете ввиду Привезти денег За какой период За месяц За месяц Конечно Ну И сколько И сколько из них Вашими Будет Будет Ну Зависимо Есть Тарификация Такая Там От 100 тысяч До 100 тысяч А у меня Средний порядок Средний порядок 28-29 28 процентов Вот что интересно Цифровые технологии Стоящие на вооружении Современных Классопарков Позволяют еще Помимо всего прочего Бороться за справедливость Значит Система Также позволяет Распределить Заказы Между водителями Честно Уходит В прошлое Борьба Изговор Диспетчера Водителя Водитель получает Автоматический заказ Который распределяет Сервер Сервер Естественно Не может Получать никаких взяток Водители Более Играют Честную игру По выполнению Заказа Вполне возможно Что в скором будущем Система позволит Избавиться От человеческого фактора От диспетчера То есть Клиент может Просто звонить На телефон Значит Заказывать такси Автоматически Получать Заказ водителя И приезжать То есть Человеческий фактор Уйдет на нет А вот людей Это списывать Со счета Рано Да и клиентам Приятнее пообщаться С живыми людьми Добрый день Александр Татьяна Вы вовремя будете На заказе? Чем-чем Ну по времени Сколько вам нужно Ну хорошо Давайте Продвигайтесь Счастливо Новые технологии В такси Думают еще И о пассажирах Я готов вам это Доказать Прямо сейчас На месте Просто Сяду на место Пассажирское Во многих Автомобилях Такси Особенно Для Виапи клиентов Или скажем Бизнес класса Есть услуга Которая позволяет Расплачиваться Карточкой То есть Вот такой Мобильный терминал Как во многих Западных такси Вставляете карточку Прокатываете ее Терминал Терминал связывается Непосредственно С банком После чего Вводите сумму Получаете подтверждение Ну как обычно Нажимаете кнопочку И после чего Вылезает чек Все вы расплатились Никакого кэша Только карточка Работа над этой системой И ей подобными Естественно Не стоит на месте Как собственно И наука В целом Так как внедрение Оборудования Происходило В 2006 году На тот момент Система ГЛОНАСС Не имела Такой поддержки И охвата Как на данный момент То было установлено Оборудование Позиционирование Которое Использует Система ГЛОНАСС Что в свою очередь Повысит эффективность Позиционирования Транспорта Все чаще и чаще Пассажиры такси Могут пользоваться Во время путешествия Мобильным интернетом То есть Wi-Fi Но это в Питере У нас как вы знаете С частотами не очень хорошо Так что технологии Постоянно развиваются И неизвестно В каком такси Будем ездить с вами Лет через 10-20 Главное Чтобы оно было Зеленым огоньком Зеленоглазое такси Субтитры сделал DimaTorzok